Всем привет! Как же я рада вас видеть! Мы с вами не виделись, наверное, месяц или даже полтора. Технически вы меня видели, а вас нет, потому что все мои последние видео были предзаписанными, поэтому я не садилась перед камерой уже очень-очень давно и безумно соскучилась. Сегодня я хочу показать вам свои последние покупки к осенне-зимнему сезону. Некоторые из них я совершила в Европе и привезла оттуда, некоторые из них я заказывала на своих любимых интернет-сайтах. Это Asos и Names, поэтому да, мне есть чем поделиться с вами, давайте приступим. Начну я, наверное, с интернет-шоппинга и первым делом я покажу вам то, что я заказала в магазине Names. Я всегда стараюсь заходить на их сайт раз или два в сезон, потому что у них бывают очень классные предложения и можно выхватить потрясающие вещи с огромной скидкой. Итак, первое, что я заказала там, это вот такой топ. Он как раз-таки был без скидки, но сам по себе недорогой, поэтому никаких проблем, в общем-то, нет. Этот замечательный топ а-ля шелковое, а-ля нижнее белье, платье комбинация выполнен. Он, конечно, не из шелка и из полиэстера, что в моих глазах не делает его менее восхитительным, потому что это чудесная базовая вещь. Он привлек меня, во-первых, тем, что у него есть подклад. Я крайне редко встречаю такие топы с подкладами и это очень сильно облегчает жизнь, особенно если вы хотите носить его без белья, потому что так он смотрится максимально хорошо и максимально женственно. Подклад очень-очень выручает. Во-вторых, у него удлиненные лямки, что смотрится гораздо более стильно, чем стандартная длина лямок и, кроме того, это делает спину чуть более хрупкой, более изящной. На мой взгляд, это просто чудесная базовая вещь, я очень легко могу представить ее. И в дневное время с каким-то уютным пушистым кардиганом и джинсами, и в вечернее время с более романтичной кружевной юбкой, мне кажется, это победитель во всех номинациях. Кстати, на сайте они есть в разных цветах. И нежно-розовый, и персиковый, и бежевый, и желтый очень актуальный сейчас, такой пастельно-желтый. Обязательно посмотрите. Я оставлю ссылки внизу в описании видео на все вещи, о которых я буду говорить сегодня, поэтому если вам что-то интересное, вы можете заглянуть туда. Следующее, что я хочу вам показать, опять же, это покупка с Неймс. Вот такая коричневая юбка. В ней меня привлек, конечно же, очень глубокий шоколадный коричневый оттенок, и у нее очень ярко выраженная трапециевидная форма. То есть вот эти края, когда вы надеваете юбку, они не падают, они как бы стоят как будто бы накрахмаленные, и мне очень нравится, как это смотрится. Как-то однажды в одном из своих видео, мне кажется, я упоминала о том, что короткие юбки я предпочитаю носить именно в холодное время года, потому что их можно носить с плотными колготками, сверху можно накинуть удлиненные тренчи, они смотрятся гораздо более женственно и не так по-девчачьи, что ли. Ну и кроме того, осенью мне нравится создавать полностью коричневые образы, коричневая кофта, коричневая юбка, может быть, немножечко разных оттенков, коричневые плотные колготки и какие-то а-ля мужские ботинки, что-то в этом роде. Мне кажется, с этими ботинками просто отлично будет смотреться такая юбка. Это юбки, чтобы выступать дуэтам. Я заказала вот такую более светло-коричневую кофту, и мне кажется, что они очень хорошо смотрятся вместе. Бренд называется Mason de Marie. Я не знаю, с каких пор русские бренды стали так сложно называться, может быть, это сложно только для меня, но я надеюсь, что я правильно произнесла название. На самом деле, я очень давно искала себе джемпер, либо водолазку именно такого оттенка коричневого, потому что он и теплый, и холодный одновременно. Я не знаю, как это будет выглядеть на камере, но в жизни это очень многофункциональный оттенок, потому что он работает и с теми, и с другими цветами. Кроме того, когда она станет реальная холода, такой джемпер станет для вас настоящей палочкой-вырчалочкой, потому что он обтягивающий, и он станет отличным первым слоем к любому из ваших образов. Сверху вы можете надеть какую-то жилетку без рукавов, и на нее тренч. Либо вы можете сверху надеть вот такое платье-комбинацию, или топ, и все это с джинсами. Сейчас это очень-очень актуально, поэтому я считаю, что вещь незаменимая, высокого качества, просто отличного качества, приятная на ощупь, уютная, все, что мне нужно. И еще кое-что я заказала в Names, но к моему огромному горю это платье не подошло мне. Оно выглядит вот таким образом. Прошу прощения за то, что оно немножечко мятое. Дело в том, что мне необходимо вернуть его обратно в магазин, поскольку оно не налезло на меня. Кто-то, видимо, съел слишком много кровосана в своем отпуске, и теперь должен жить в спортзале. Но с этим платьем у меня романа не сложилось, хотя я влюбилась в него с самого первого взгляда. Этот бренд называется American Retro. Это один из моих самых любимых брендов, но он достаточно дорогой. Если мне не изменяет память, это платье стоило изначально 22 тысячи рублей. Со скидкой оно обошлось мне в 7 с небольшим тысяч. Это как раз тот момент волшебства, который очень часто можно встретить на Names, но, к сожалению, размер был всего один, и он на меня не налез. Поэтому платье отправляется обратно в магазин, но зачем я вам его показываю? Потому что оно вернется туда, если вы страннее меня, и оно вам вдруг понравилось, у вас есть шанс купить это платье. Ну и поскольку мы с магазином Names очень хорошие и добрые друзья, мы сделали для вас промокод Вострикова 30 со скидкой 30% абсолютно на все, что есть без скидки на сайте Names. Этот промокод, как я уже сказала, не распространяется на вещи, на которые уже действует скидка, и не суммируется с лояльностью. И он действует один раз на одного покупателя. Поэтому, если вам что-то приглянулось, вперед, проверьте Names обязательно. Итак, сейчас я предлагаю нам перейти к тем вещам, которые я купила в Европе, когда непосредственно ходила ногами по магазинам. И первое, что я вам покажу, это, наверное, покупка, которой я рада больше всего, и которой я безумно горжусь, наконец-то я нашла ее. Это вот такая замечательная кепи. Я купила ее в бутике Scotch & Soda, это такой голландский бренд. Дело в том, что мы делали несколько вылазок в голландские городки, и практически в каждом из них был бутик Scotch & Soda. Такую кепку я искала, наверное, с прошлой осени. Сейчас мне даже немножечко обидно, потому что она есть у всех и каждого. Я хотела носить ее еще тогда, когда ее ни у кого не было, и сейчас это все, конечно, уже не имеет смысла. Но, тем не менее, мне безумно нравится, как она сидит, потому что многие подобные фуражки смотрятся немножко нелепо или как-то неправильно. Это же село просто идеально. Когда я надела ее, я поняла, что я не уйду без нее. Единственной загвоздкой было выбрать цвет черный или синий, но я остановилась на синим, потому что, мне кажется, он идет мне чуть-чуть больше. Если, кстати, вы хотите что-то подобное, у меня в магазине Shik Chapter есть вот такая кепи. Она более интересного коричневого оттенка, но, опять же, она более строгая и более структурированная. Это что-то такое, скорее, в стиле Софии Лисеевой, но она тоже очень-очень классная. Следующее, что я покажу вам, это вот такой укороченный тренч, который я нашла в Tommy Hilfiger. Он был, опять же, со скидкой на сейле. По-моему, он стоил 300 евро. Я купила его всего за 120. Мне кажется, это просто грабеж средь бела дня. С моей стороны, естественно, я ограбила Tommy Hilfiger, не он менял. Ну и, кроме того, меня, естественно, подкупил момент с моей кепи, потому что я купила его в один день. Сначала я купила ее, и когда я пришла в Tommy Hilfiger и померила их вместе, я поняла, что они не могут существовать друг без друга, поэтому все случилось само собой. Здесь мне очень нравится поднимать воротник, потому что там есть синяя деталь, и она очень хорошо смотрится с кепкой. В принципе, все детали на этом тренче очень хорошо проработаны и сделаны качественно. Мне, например, безумно нравится то, что пряжка обделана такой коричневой кожей. В общем, это потрясающая вещь. Мне кажется, тренч это то, что стоит инвестировать чуть-чуть больше денежек, поэтому я ни капли не жалею о такой покупке. Такое ощущение, что стало светлее, и теперь мое лицо засвечено. Извините, если это произошло, у меня нет оператора, поэтому я сама себе не могу ничего поправить. Итак, поехали дальше. Когда я была в Дюссельдорфе, я вихрем пронеслась по H&M, и я знаю, что вы подумаете, H&M есть везде смысл, перейти вещи от H&M из другой страны. Но дело в том, что наши H&M в Екатеринбурге не такой уж хороший, там крайне редко попадаются действительно достойные вещи, поэтому иногда в Европе я заглядываю в него и порой привожу вещи, которые не привозили даже в Москву в H&M, поэтому имеет смысл. Я приобрела вот такое платье-свитер. Вряд ли я когда-нибудь надену его именно в качестве платья, потому что я небольшой любитель платьев-свитеров, а вот как простой свитер, заправленный в джинсы, он смотрится очень-очень хорошо. В этой вещи мне, конечно же, больше всего нравится ее благородный оттенок, чистота линий, она очень легко и хорошо драпируется, то есть если вы заправите ее в штаны или в юбку, она не будет торчать во все стороны. Далее я покажу вам очень неоднозначную вещь, вы меня знаете, у меня должна быть одна неоднозначная вещь. Это вот такая юбка, которую я тоже нашла в H&M, и на первый взгляд она покажется очень простой, кому-то даже бабушкиной, но именно конкретно такую юбку я искала очень давно, наверное, года полтора. Дело в том, что она выглядит скорее как подъюбник от какой-то другой юбки, и она как раз той самой идеальной длины, когда вы можете надеть ее с какими-то сапожками или полуботинками, высокими полуботинками, и у вас не останется вот этого промежутка колготки между ногой и обувью. Это как раз то, что я хотела, но при этом она не макси, она не слишком длинная и не теткинская. Я точно помню, что в прошлом году я рассказывала вам, что на неделе моды в Нью-Йорке, когда было очень-очень холодно, Крисель Лим зажигала как раз-таки в какой-то вот такой подобной юбке, и она рассказывала, что она надевала под нее термоодежду, какие-то там штаны с начесом, в общем, все что угодно, лишь бы только не замерзнуть. И мне кажется, что в суровой российской зиме такая юбка тоже может пригодиться. Сейчас мы переходим к сайту Asos, это будет наш заключительный этап сегодняшнего видео, и первое, что я хочу показать вам, это вот такое замечательное пальто-халат, которое никогда в жизни не влезет в кадр, но я думаю, представление вы получили, плюс ко всему обязательно будет вставка, где я его примеряю. Я, с вашего позволения, положу его, потому что оно очень тяжелое. Итак, перед тем, как начался этот осенний сезон, я прошарила некоторые сайты, и заметила, что некоторая верхняя одежда, и осенняя, и зимняя, все еще продается с очень большими скидками. Мне в голову пришел такой момент, буквально через пару недель все те же самые тренчи и пальто будут выдаваться за свежесезонные, и продаваться по гораздо более высокой цене, поэтому, наверное, логичнее купить их сейчас. Так я подумала месяц назад, и это было правильное решение, потому что так и произошло. Это пальто досталось мне с очень хорошей скидкой, по хорошему предложению, и, если честно, мне, наверное, не хватит хороших слов, чтобы описать, насколько сильно оно мне нравится. Собирок мне очень нравится, что ткань достаточно плотная, но она очень красиво струится, когда вы надеваете его, и силуэт получается потрясающим, неважно, завязано оно или развязано, как угодно. Во-вторых, оттенок кажется мне очень приятным, и он весьма актуален в этом сезоне, и сейчас я занимаюсь тем, что я собираю много-много разных вещей подобного оттенка, чтобы создать из них такой тотал лук в одном цвете. Что я еще могу сказать? Здесь очень красивые рукава, очень красивая вот эта деталь сзади. Мне нравится, что она именно зашитая, а не разрезанная, как у большинства тренчей. Внизу, опять же, вместо разреза, есть вот такой ряд пуговиц, которые можно расстегнуть, но я предпочитаю оставить их застегнутыми. В любом случае, мне кажется, вещь с таким количеством деталей, по такой цене, это просто выигрыш в моем случае. Последнее, что я вам покажу сегодня, это вот такие туфли от бренда London Rebel. Я, опять же, нашла их на Asos. Я показываю вам только один, потому что второй такой же. Эти туфли, опять же, были на селе, и стоили буквально там, я не знаю, несколько тысяч рублей, но мне кажется, когда вы надеваете их на ноге, они смотрятся как какая-то дизайнерская обувь. Во-первых, очень здорово, что вместо золотой или серебряной дешевой фурнитуры, которая обычно выдает реальную стоимость обуви, здесь такие лакированные застежечки, поэтому такой вариант смотрится гораздо лучше и нравится мне гораздо больше. Во-вторых, очень интересная форма каблука и, естественно, потрясающий оттенок. Я думаю, легко будет заметить, что когда я покупала эти вещи, я определенно видела их вместе. В своей голове, естественно. Мне нравится идея обуви, у которой очень много ремешков, но дело в том, что я достаточно низкого роста, и мои икры чуть-чуть более мощные, чем хотелось бы. Не слишком мощные, не поймите меня неправильно, буквально чуть-чуть. И когда я надеваю обувь, у которой очень много ремешков, как правило, это делает мою ногу шире, делает мой рост немножко ниже, поэтому я старалась избегать такой обуви. Но я, опять же, нашла решение, если выбирать обувь с ремешками, близкую к оттенку кожи. Например, эти туфли не совсем близкие к оттенку кожи, но тем не менее, они не укорачивают мою ногу, даже наоборот, скорее удлиняют ее. Я очень хорошо представляю себе эти туфли осенью. Во-первых, благодаря тому, что они лакированные, их будет достаточно легко мыть. Во-вторых, мне кажется, они отлично будут смотреться с разными колготками. Например, с колготками с ромбом в стиле Prada. Я прямо сразу же подумала о таких колготках, когда увидела эти туфли. И, кстати, они у меня где-то есть. Поэтому, да, очень скоро я буду делать лукбук моих любимых трендов осень и зимы предстоящего сезона. И там вы увидите эти вещи, обыгранные более интересным образом. В общем-то, на этом у меня все на сегодня. Я надеюсь, что вам понравилось это видео. Я надеюсь, что оно вдохновило вас начать потихонечку покупать что-то к новому сезону. И если вдруг у вас осенняя хандра, пожалуйста, 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 не делайте этого, не хандрите, потому что, мне кажется, вернуться обратно к учебе, это очень здорово. Вернуться обратно к работе, это всегда очень здорово, если вы уезжали в отпуск, теперь у вас очень много новых сил. Для меня осенний сезон всегда был самым увлекательным и в плане моды, и в плане погоды. И я желаю вам не падать духом, если вдруг вас смущает дожди, промозглость и более низкая температура. Если вам понравилось это видео, и вы хотите еще больше видео, посвященных осени и подготовке к осенне-зимнему сезону, пожалуйста, ставьте лайк к этому видео, чтобы я знала, что вам интересна вся эта идея и концепция. Ссылки на все мои социальные сети я оставлю вот здесь. И если вы еще не подписаны на мой канал, пожалуйста, подписывайтесь. Я выпускаю новое модное видео каждое сегодня утро. Мы с вами увидимся в следующий раз, на следующей неделе. Я очень-очень люблю вас. Целую и обнимаю. Пока.